Внутреннюю тьму Никаких пояснений в сюжет Так еще больше все запутал Сам он в каком-то теле Запасном Тело гниет Короче, вообще бардак какой-то творится Но сейчас мы В предыдущей серии мы потеряли сознание В самом конце, когда спустились в подвал Там оказалось, сначала нам во сне приснилось Что там был спуск вниз А потом оказалось, что он там на самом деле есть И мы увидели там скелет Он нас испугал И в итоге мы опять упали в обморок И очнулись на кровати Пойдемте еще раз попробуем Почему бы и нет, как говорится, верно? Я могу маленько шмыгать носом Это ввиду того, что я простужен Как обычно, когда лета я болею Насморком Уж простите меня за это Так, там в той комнате мы смотрели очередную пасхалку Мне, кстати, написали об очередной пасхалке в личку Поэтому, я думаю, мы ее посмотрим Там, конечно, я маленько пропустил в самом начале В самом начале Еще до того, как нам сказали Про это пирчерви Если бы мы туда зашли То мы бы услышали Доносящийся крик Жены Генри То есть, книжника Без этого крика Жены Мы не получим Полностью Это пасхалку Ну, то есть Попробуем Попробуем Пасхалок в игре очень много Попробуем сделать, что сможем Такая надпись появилась Насколько вы помните Не очень хорошая Так, пол до сих пор разломан Ну, давайте попробуем еще раз Надеюсь, в этот раз нас Значит, это все-таки был не сон Я действительно был здесь И ты действительно видел Непонятную страшную хрень Типа скелета Это не очень хорошо Я так понимаю Так, ну давайте осмотримся Вот здесь в прошлый раз Мы обернулись Я говорю, не оборачивайся И он обернулся обязательно И тут стояла страшная тварь Не могу открыть Что самое клевое В Darkness View Vine Это именно вот эти вот Подземные коридоры Которые непонятно куда Чуть ли там не к центру земли уходят И как-то вот это будоражит воображение Просто представьте Что под землей Какая-то цивилизация Отличная от нашей Эта часть обрушилась Которые что-то свое замышляют Что-то свое делают Что-то Таким голосом скалает Слушай, я типа Я тебя же сломаю, придурок Помните тот ролик Типа того Ну Так, фонарик Только не сейчас Без тебя тошно Заперто Тихо А, так это шнолдер Что тут делаешь Похоже, ты помнишь Это место Это ты перенес меня На кровать Да Что это за место Что это за место Это связующее звено С городом Некрополем Оно построено людьми И твой дом тоже стоит Над этим городом Но Это очень старый канал Больше его часть обрушилась Так что отсюда Мы до города не доберемся Должен быть другой путь Город, о котором ты говорил Тот самый Что недавно нашли археологи Город, о котором ты говорил Это тот самый Что недавно нашли археологи Да Я сходил на раскопки Но там никого не было Лагерь На месте Археолог просто растворился В воздухе Вход завален Огромными камнями Они явно не хотят Чтобы кто-то к ним лез До человеческая раса До человеческая раса Не офигеть Да До человеческая раса Рептилий Они Они строили великие города И правили миром Еще до того Как появился Первый человек Потом их прекрасные города Загадочным образом исчезли С лица земли Один за другим Нет никаких источников Объясняющих Что могло с ними произойти И при этом Один из таких городов Находится прямо под нами Дом Принадлежащий Твоей семье Тоже построен На канале Ведущем в город Есть Древний Человеческий культ Зовущийся Дети Дия А Его цель Возродить Рептилоидную Расу И их Бога Во времена Средневековья И даже Раньше Их неоднократно Пытались Уничтожить Но каждый раз Им удавалось Выжить Среди них Были и твои Предки Ну так Дети Дия А кто-то мне говорил В комментариях Что неправильно Дети Дня На самом деле О О Ты сказал Кто-то хочет Забрать мое тело Расскажи подробнее Ты сказал Кто-то хочет Забрать мое тело Расскажи подробнее Некто Твоей же крови Твой предок И остальные Вернутся сюда Чтобы закончить Начатое Много лет назад Ведь им нужны Тела их Собственных Потомков Свершится Старинный Ритуал Известный Как Метаморфоз Духа И твое Тело Станет Послушно Воле Предка Я не знаю Что происходит Во время Этого Процесса Но ты Такой Как есть Сейчас Исчезнешь Ты для них Не более Чем Вместилище Твое Тело Станет Инструментом В их руках А ты Исчезнешь Навсегда Есть и другие Ну такие Как я Есть и другие Такие Как я Что мы можем сделать Чтобы остановить их Что мы можем сделать Чтобы остановить их К несчастью Я не знаю точно Все источники По этому вопросу Страшный секрет Все что я знаю Перед началом ритуала Должен быть призван Нерлатотеп А для этого Нужен некий Древний Кристалл Много Столетий Назад Это делалось Именно так В любом Случае Мы должны Добраться До города Погребенного Под нами В этом доме Должен быть Ход Идущий Туда Ты Должен Найти его Вот Возьми Что это Металлический Предмет Переданный Именно Лоутом Нолвером Это должно Быть частью Некой Вещи Это Это Часть Предмета Который Служит Ключом Нам Нужно Собрать Его Чтобы Добраться До города А Остальные Детали Должны Быть Здесь Поскольку Он Всегда Оставался В вашей Семье Не Ерлатотеп Говоришь Ну Ладно Ты Слышишь Звуки Доносящиеся Из Стен Не Ты Слышишь Звуки Доносящиеся Из Стен Понятно Я читал В записках Деда Что ты был Тогда В этом Доме Это Правда? Я Читал В записках Деда Что ты Был Тогда В этом Доме Это Правда? Да Смутные Воспоминания Об этом Начали Возвращаться Ко мне Несколько Лет Назад Перед Тем Долгим Путешествием Мне Снились Этот Дом И Твой Дед Но Смысл Этих Сновидений Я Я Понять Не Мог Я Ничего О них Не Помнил Хотя Снились Они Мне Каждую Ночь Когда Я Побывал У Туземцев Многое Прояснилось Там Было Некое Вещество Что-то Вроде Благовония Которые Они Часто Жгли По Ночам Оно Развеивает Туман И Растерянность Ум Становится Острее Вдохнув Его Ты Испытываешь Странные Чувства И Вспоминаешь Множество Забытых Вещей Как будто В мозгу У тебя Вдруг Открылся Ящик Пандоры И Тогда Я Вспомнил Как Жил Здесь Вспомнил Почему Меня Заперли В этой Комнате И Что Они Мне Давали Чтобы Я Успокоился Это Вещи Которые Я Предпочел Не Вспоминать И Я Рад Что Скоро Забуду Все Через Что Мне Пришлось Пройти По Крайней Мере Я Верю Что Вселенная Будет Настолько Милосердна Ко Мне Да Нолдор Умирает Что Такое Ниарла Татеп Что Такое Ниарла Татеп Ползучий Хаос Посланник Богов Мы Не Должны Допустить Чтобы Они Его Пробудили Я Должен Идти Мне Нужно Еще Кое Что Сделать Встретимся В городе Ты Должен Найти ход И остальные Детали Ключа Должен Я Тоже Пойду Так Понятно Вот и Поговорили Исчез Ушел Типа Может Он Вообще В нем Меречится В этой Части Никогда Нельзя Быть Уверенным Вообще В этой Серии Это Скорее Всего Тот Самый Кинжал Который Упоминал В своих Записях Мой Дед Хорошо Как скажешь Так Ну что Мне возвращаться Похоже Идти в город Может тут Нет ничего Или есть Запишет Или нет Ладно Подожди У меня Ничего Нет Кинжала Мы столько Нет 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 Он Не Подойдет Это же Ритуальный Кинжал Он Нужен Нам Для Ритуала Так Ну что Ну что Ну что Ну что Ну все Выходим Отсюда Возвращаемся Полностью Полностью Получится Это Но тем Не Менее Мне охота С этой Пасхалкой Разобраться Мне про нее Достаточно Конкретно Написали Все Сейчас Нам Нужно В пир Червей Не По сюжету Сюжет Нам Я думаю Нужно В этот В бар Там Поговорить Про Этих Двух Ребят Которые Там Были Так Подожди А как Там Ф4 Если Верить Хозяина Гостиницы Врата Должны Где-то Здесь Я Вообще Это Уже В Вратах Ну Вот Это Я Так Отсюда Мы Можем То есть Не выходя Наверх Туда Сразу Переместиться В Аркхамент Слишком Далеко В такой Погода Еще Очень Опасно Мне Нужна Машина Так У нас Есть Машина Это Нам Повыше Надо Подняться Я То Надеялся Что Мы Сейчас Просто С помощью Карты Переместимся Ну Ладно Так Где У нас Машина Находится Осталось Вспомнить А Ну Да Тут же Гараж Есть Он Прямо В доме А то Я подумал Сейчас Переться Куда-то Придется Ну Короче Говоря История Закручивает Все Сильнее Сильнее Мне Это Нравится По Моему Достаточно Круто Были Несколько Страшных Моментов Но В основном Игра Не так Уже Сильно Пугает Скорее Пугает Своими Загрузками Очень Очень Долгими Главное Непонятно Почему Такие Небольшие Комнатушки С Не Очень Богатой Детализацией Надо Сказать Здесь Не Очень Сложна Геометрия Освещения А грузится Как я Не знаю Что Так Ну Ка Сюда Машина С ней Все В Порядке Возможно Если Я Наполню Бак Я Смогу Уехать На Ней Отсюда Ну Ка Ну Ка Отлично Так Бак Почти Полон Хорошо Можно Ехать Короче Быстрого Перемещения Не Получилось Но Зато На Автомобиле В Такой Бурь Конечно Я На Автомобиле Не Хотел Ездить Довелось Как-то Ничего Хорошего Там Еще День Был Главный Такая Метель Что Видно Где-то На Расстоянии Два Где-то Наверное Метра При этом Ехали Мы По Трассе Там Просто Люди Ну Со Скоростью Километра В Десять Наверное Ехали Вообще Невозможно Потому Что Такая Была Метель Много Народ Та Побилось На Машинах Но Это Прошлой Зимой Это Как Раз Было Погода Успокоилась Да 24 Февраля Так Где У нас Здесь Пер Червей Тутова Тутова Заходим Тут Должна Лежать Первая Пасхалка И в подвале Должна Быть Вторая По идее Я думаю Первую Пасхалку Мы бы Автоматом Нашли Потому Что Первым Делом Если Я не Знал Я бы Сюда Пришел Как В Город Попал Так Тихо Город Филлипс Лавкрафт Мне кто-то Пускал Что у него Не Фрэнсис Инициалы А Филлипс Безымянный Горд Книга Лично Настолько Очевидно Они Вдохновлялись Его творениями Что Молодцы Что постоянно Его упоминают Так Ну и вторая Сейчас Нам Продемонстрируют Что не зря Мы брали Этого Гомункула Которую Мы нашли В очередной Крипте Под Старым Домиком Тем Где Под ним Там Еще Машина Для призывания Была Людей С того Света Душ Ты откроешь Мне Истину Так Ну хорошо Что дальше А Вот Секрет И здесь Лежит Кто могла быть Эта женщина Здесь Бумага Генри Да Это без сомнения Жена Генри Если Генри Меня здесь Застукает Будет Проблема Надо Выбираться Отсюда Жена Генри Мертва Короче говоря Если бы мы В первый раз Увидели Пасхалку Когда В первый раз Подходили сюда Когда еще не нужно У нас была бы Зацепка Крик Испира Червей По-моему Называется Но у нас Ее к сожалению Нет А если бы мы Скомбинировали Жена Генри Мертва И Крик Испира Червей То у нас Получился бы Вывод Что Генри Убийца Но это На самом деле Довольно очевидно Но если бы мы Потом Эту Генри Убийца Скомбинировали бы С вот этим Они ждали меня И То тогда У нас Появился Главный вывод Что Мол Меня одурачили На самом деле Это все было Заранее Заготовлено То есть Генри Один из них Генри Верить нельзя Генри Предатель Он специально Нам Давал наводки На все эти места Чтобы Мы Строго Следовали Его плану Такие дела Ну а теперь Нам нужно В гостиницу Там я думаю Мы найдем Зацепки По тем Двум товарищам Генри Не подошел Может мне денег Своровать Блин Вот эта коробка Не дает На самом деле Это непреодолимо Препятствие Что в реальной жизни Что в игре Так Я уже даже Не помню Где находится Это пир черви Потому что Последний раз Играл так давно В ней Ну именно В те моменты Когда Я находился В архоменде У меня В основном Все получалось То в этом Старом доме То во вратах Этих Кстати Теперь я понимаю Почему они Врата называются Я раньше думал Это просто Пугающее название А тут Оказывается Прям под городом Ой Прям под Домом Находится Вход В старый город Так Наша машина Развалюха А вот и гостиница Может еще С Джейкобом Надо было поговорить Возможно Он тоже Что-то знает О них Хотя Навряд Не думаю Так Ну что Тут вы Нет Найду я вас Тут По крайней мере Бармен Вроде у нас Не предатель Но Генри Конечно Жук Оказался Еще тот Да Сами подумайте Сколько он Нам помогал По ходу Игры Оказалось Это честь Плана Вот они Нельзя Чтобы они Меня Заметили Они куда-то Идут Я должен Идти за ними Может Получится Что-то Узнать О предмете Украденном Из нашей Усыпальницы Бегом Бегом Синячите Все Блин Вот еще Песня Загрузки Вот эти То есть У нас Сейчас Я так Понял Небольшой Стелс Элемент Будет Что-ли Или Мы Тупо В катсценах Увидим Как они Куда-то Ходят Тут В принципе Локация Такая Более Не последишь Что тут 10 на 10 Площадь Небольшая Так Ну и Где они А вон они Куда они Направляются Так Управление Дайте Пожалуйста Туда-куда-то Что-ли Тихо Так Ну-ка 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 Должно быть Они вошли Именно здесь Ну давайте Посмотрим Что-то Мне кажется Добром Это все Не Кончится Ну то есть Не вот Эта Вот Именно История С этими Двумя Ребятами А вообще В целом Вся История Игры Сюжет Слишком Что-то Все Не по-доброму Так Куда Идем Направо Или налево Отнюдь Так Я смогу Отсюда пройти Нет Давайте потихоньку Осматриваться Блин Так В этом месте Напоминает Игра мне Амнезию Прям вообще До невозможности Че это Тут входа нет Офигеть Так Ну тут Тупик Тупичок Хорошо Что-то у меня впечатление такое сложилось Что тут Какой-то знак Что тут Можно заблудиться Так Нам похоже Он туда К этому знаку Да Или нет Лавкрафт Собственной персоной Хода Хода нет Так Да Похоже Это типа Лабиринты Что-то И судя по всему Мы тут Надолго Так Давай-ка Лучше С той стороны Если там подъем Есть То сейчас Попробуем подняться Еще что напомнило Нет подъема Еще что напомнило Так это напомнило Третий Сайлент Хил Почему-то Так И что это такое Внимание Угроза Обрушения Далее проход Только для сотрудников Со спецоборудованием Ну Я такой Заперто Отлично Открыть мне это Я так понимаю Нечем Ладно Хорошо Как скажете Так А что это там такое А простень Ну ладно Там по-моему То же самое было Блин Хорошо Вообще Сейчас серию будем заканчивать Но я хочу выход найти Я честно говоря Сомневаюсь Что У нас с первого раза Такое получится Но иногда Рандом бывает Иногда везет Так Та же самая надпись Тут написано Внимание Да я уже успел Прочитать Ага Вот так Хорошо Запишемся Да Похоже мы попали Так можно Долго Долго Там у нас ничего не было Сзади Опять показалось Ну ладно Так А это что такое Что-то у меня есть подозрение Что я пришел Куда нужно Похоже Эту стену сломали Намеренно Они что-то Таком пробираются По этим туннелям В те места Где объявлен карантин Думаю Они прошли здесь Интересно Куда она ведет Если тут Пространство ограничено Им будет легко Меня найти Я должен быть Очень осторожен Офигенно Да Похоже Я все правильно Сделал Не знаю Я конечно Не успел Оценить масштаб Этого лабиринта Но были дороги Вперед И налево И направо И Везет Везет Удача Обожаю Такие вещи Больше всего Конечно Было ржачно Стену проломили Чтобы проникнуть Сюда Из канализации Скорее всего Кто-то использует Это место Как тайное убежище Больше всего Ржачно было В Siren New Translation На PlayStation 3 Которые мы проходили Когда там был Секретный код Который хрен нагадаешь А я И тот И другой Их там два было Причем С первого раза Сразу Вот это было Вообще удивительно Добро пожаловать Лечебница Рокла Этим местом Много лет Никто не пользовался 1826 год Офигеть Так Ну и что Давайте на этом Завершим Наверное Эту серию Следующий Будем разбираться Что это за лечебница Блин Мы по-моему В каждой игре В хорроре Попадаем так или иначе В лечебницу Я ничего не имею против Но какое-нибудь Разнообразие Все-таки Не помешало бы Тем не менее Это интересный Такой сюжетный поворот Увидимся в следующей серии Надеюсь вам нравится Комментируйте Ставьте пальцы вверх С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok